Всем привет, с вами Вайдер и сегодня мы с вами поговорим о войне. Не, о грядущей войне, которая у нас выйдет уже в скором времени, это вроде бы война-пришествие или что-то такое, как она так и называется. В общем-то, короче, ребят, перед этим обязательно поставьте лайкос, потому что стараюсь что-то интересное для вас записать, чтобы вы знали обо всех халявных акциях, где можно подзаработать лишние контейнеры, ну и где можно, соответственно, немного поразвлекаться в танкочках онлайн. Вот, сегодня у нас пойдет тема именно о войне и как она у нас представлена. Ну, вроде бы как бы, я, конечно, не знаю, я, конечно, ничего пока не хочу сказать и делать какие-то свои личные выводы, но я тут прочитал то, что у нас война будет, там последний раз была у нас война танко-онлайн и, в принципе, танкистам она очень зашла. Ну, вот, ребят, согласитесь, напишите в комментариях, прошлая война зашла просто на ура, потому что это был один из немногих, я так думаю, таких вот праздничных акций, где в натуре была прям лютая и жесткая халява. Это было очень круто, я тогда нафармил себе на безнато 40 с чем-то, что ли, этих самых контейнеров, и это было очень найсово. Короче, дело в том, что сейчас, я так подсчитал там правила, будет практически то же самое, за исключением того, что за место стран у нас теперь будут какие-то фракции львы, медведи и волки. То есть, будет всего 3 фракции. И вот этот момент, я не знаю пока, как он будет у нас играться, и почему он меня так напрягает на данный момент, я тоже не понимаю, наверное, потому что это все у нас дело рандомным способом генерируется, и мне это не очень нравится. Короче, читаю прям вам из этой темы, что присоединиться к одной из сторон конфликта, нужно купить в гараже краску распределятор. Со стартом войны распределятор превратится в покрытие одной из фракций, выбранной рандомным способом. То есть, вы не выбираете ту фракцию, за которую вы будете топить. Допустим, если вы с кем-то своим друганем, да, если, допустим, вы кланом там играете, да, в танки, и хотите вот поиграть именно за одну фракцию, у вас это дело не получится. То есть, у вас получится это все дело играться по рандому. Ну, и, допустим, вам не получится объединиться с своим друганем, там, и тащить, и как-то что-то нагибать, я не знаю. Ну, как по мне, это непонятно. Распределятор, это, конечно, хорошо, это, конечно, найсово, но... Такое себе, как бы. Ну, действительно, зачем это делать? Я еще говорил об этом у нас на стриме, там некоторые говорили, что это, типа, создано с целью защиты от, типа, от того, чтобы не портили УПшки фракциям. Ну, допустим, чуваки, можно же просто так же понасоздавать, да, какие-нибудь аккаунты, ну, и что проспределятор этот выбрал именно другую фракцию. И там так же портить УП, то есть, ну, нет, это не защита от порчи УП, я так думаю, ну, такое себе. Плюс ко всему, у нас идет дело про УП. Теперь за место поддержания УПшки красивые, да, чтобы захватывать вот эти точки, нужно будет зарабатывать какие-то звезды. Я еще, ребят, не до конца понял, что это за звездочки такие. Я не до конца еще понял всю эту систему, поэтому, ну, говорить ничего толком не буду. И там, либо засирать эту систему, либо не засирать. Ну, вчера на стриме, кстати, я немножко подобосрал ее, потому что непонятно. Они сказали, что как-то там звезды будут зарабатываться за лидерство, за эффективность команды. То есть, ну, что ты сделал, то это эффективно. Блин, я вот думаю, да, так, единственное, как бы, эффективное место в этом, это изедоводы. То есть, у кого плохое УП, да, но кто дает довольно-таки неплохой буст своей команды, это изедоводы. То есть, остальные игроки, которые находятся вверху этой таблицы, у них и без этого офигительное УП. То есть, и делают какое-то распределение между, допустим, поддержанием высокого УП, либо зарабатываемым этим звезд по эффективности команде. Я б-ка не понял, для чего это сделано. Может быть, это сделано исключительно для того, чтобы, допустим, вот таких вот игроков, которые играют на изеде, как-то поддержать. Ну, в принципе, окей. В этом ничего плохого нету, как бы, и сказать про это тоже ничего плохого я не могу. Нужно еще будет посмотреть дальнейшие новости, как это у нас будет система работать. То есть, как эти звездочки можно будет зарабатывать в битвах, именно поскольку там буду давать. Не, но как зарабатывать в битвах-то это и так дураку уже понятно. То есть, поскольку буду звездочек давать, и сколько вообще этих звездочек нужно нафармить, чтобы подтвердить свой ход. И плюс ко всему, еще, что меня очень не радует. Ну, вот, блин, серьезно, что меня очень огорчило, то, что война, скорее всего, у нас будет в тот период. Сейчас, ребята, внимание. Я вот прям, прям, прям вот привкушаю здесь музыку. Такой, эй, чувак, чувак, да ты чё. Лох, это судьба. Эээ, почему лох, это судьба, потому что в период с 23 по где-то 2 августа, я, ребята, как вы, наверное, знаете, уезжаю в отпуск. И, эээ, очень хочется, чтобы с этой войной затянули и запустили где-нибудь ее в середине августа, чтобы я, так сказать, насладился по полной программе этой войной. Нафармил себе очень много контейнеров на всяких аккаунтах, пооткрывал их. Но, так как я человек у нас очень везучий, знаете, от природы, я, знаете, как родился, я сразу родился самым везучим, в скобочках нет. То, я так думаю, у нас война как раз-таки будет проходить в период этот самый, когда я буду в отпуске. Ой, блин, я не знаю. Короче, чтобы мне поучаствовать в этой войне, мне нужно, чтобы либо ее прям очень быстро запустили, либо прям с ней медлили до самого последнего. Ну, я знаю, разработчиков они это могут у нас сделать. Ну, да, привет, Джиггернау Стайл. Вот, это, в принципе, они могут замутить, поэтому, как бы, расчет у меня на то, что как раз-таки разработчики у нас будут тянуть с этой войной. И, чтобы я уже приехал после отпуска и нормально понабивал киллы, нормально понагибал и нормально заработал себе кристалликов. Как бы, вот такое вот тоже хочется. Конечно, слабо в это верится, потому что, ну, обычно, когда у нас новости на главный танк выходят, и когда, то есть, ну, что-нибудь такое вот оповещается, обычно в скором времени это запускается. Но, хотя, вспомним, опять же, режим Джиггернаута. Он у нас был и в видеоблоге, и вроде как бы новостях, да, на главной странице тоже публиковалась эта новость по поводу того, что вот новый танчик, все дела, леотрополя, это очень здорово, это очень хорошо, но он до сих пор не вышел. Поэтому, ребят, надежда у меня есть, надежда угасает последней, но, тем не менее, что-нибудь попробую с этим придумать. Если все-таки они выйдут в ближайшие дни, то хотя бы постараюсь пару дней сделать, чтобы заработать себе пару-тройку этих самых контейнеров, что уже будет довольно-таки неплохо. Вот, а, в принципе, по-остальному, ребят, вам, естественно, всем удачи, если он будет в период, когда я буду отдыхать. Это, конечно, будет прискорбно, это будет досадно, но, стоп, блин, вам оповещаю такие новости, хоть мои подписчики пофармят эти самые контейнеры, и надеюсь, что вам, ребята, выпадет что-нибудь прям такое интересное, либо какой-нибудь скин-эксти, либо какая-нибудь краска анимированная, жесткая, прям самая ваша любимая. Поэтому будем надеяться, что вот именно вы посмотрели это видео, вот вы послушали такое мое пожелание, и вам по-любому что-то годное должно выпасть. Это вот прям просто, ребята, верняк 100%. Так, ладно, что у нас тут по бою? По бою, в принципе, у нас тут все происходит довольно-таки приятно, довольно-таки... А почему именно, например, вместе? Хм, так, таки, чувак, иди сюда, тебя сейчас там ваншотничал. О, хе-хе-хе, я у него и украл. Ихе-хе. Эх, ты падла такая, он меня тоже украл килл. Слышь, 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 слышь. И он меня еще забрал, да? Блин, мне, скорее всего, уже не получится его догнать. Ну, ладно. Пацан, в принципе, красавчик. Хотя я вроде зашел не с самого начала, я зашел с 9 минут. То есть я... Одну минуту где-то там гулял, где-то там ходил, и в итоге киллы не набивало. Вроде бы, чел у нас был вообще с самого старта, и уже сделал за это время несколько киллов. Так, ладно. Про вну, в общем-то, я вам, ребята, рассказал. Довольно-таки интересная тема. Надеюсь, что она будет так же проходить, как и прошлая война. То есть халявы, ребята, у нас будет так же много. Потому что в прошлой войне, как вы, наверное, помните, как вы, наверное, знаете, многими танкистами было заработано, ну, где-то примерно... Ну, которые, я имею в виду, играли активно. Ну, по 40 плюс кристаллов. Некоторые там даже вроде бы по 56. Не кристаллов, извиняюсь, а контейнеров зарабатывали. Вот, поэтому, ну, блин, хочется верить. Хочется надеяться. И хочется, чтобы война была немножко попозже, пожалуйста. Я не хочу ее так рано. Либо прямо сейчас ее давайте запускайте завтра, чтобы я поучаствовал нормально. И мог ехать со спокойной душой. И с тем, что у меня прям куча будет контейнеров, что я могу приехать, открыть всех. И это будет просто найсовая для меня новость. Короче, ребят, ладно. Вот такой видеоролик у нас получился. Надеюсь, вы, в общем-то, рады так же, как и я этой войне. Но так же, как, допустим, ну... Я хочу просто надеяться на то, что у вас нет таких же проблем, как у меня. То, что вы уезжаете и не сможете с толком поиграть. Вот. Поэтому с вами был Вайдер. Как вам понравился данный видеоролик, обязательно ставьте свой лайк. Также не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok